На получение памятных знаков был подан весь список защитников и жителей блокадного Ленинграда, ныне проживающих в Севастополе. Это 250 человек. 40 представителей общественной организации блокадников приняли участие в первом этапе награждения в морской библиотеке. Знаки, они, по-моему, как ордена, должны носиться на правой стороне. Но мы сказали, что мы свой знак только около сердца, то есть только слева. Когда только эти знаки уже вышли, и когда их должны были вручать, то есть именно к 27 января, тогда мы, к сожалению, еще пока находились в другом государстве. И поэтому были иностранцы, и поэтому нам вручают эти медали с задержкой. Правда, вот как сейчас, только мы вошли в Россию, в состав России, как быстро это все движение ускорилось, ускорилось. И вот нам уже сейчас вручают эти медали, а то мы не чаяли их получить раньше 9 мая. Памятный знак к 70-летию полного снятия блокады Ленинграда учрежден губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Такие знаки во всех уголках мира получили 8 177 человек. Они вручаются гражданам, награжденным медалью за оборону Ленинграда или знаком «Житель блокадного Ленинграда». Мы сегодня выполняем почетную миссию вручения памятных знаков, которые были выпущены в Санкт-Петербурге в честь этого события. Для самих блокадников это, прежде всего, уважительное отношение общества и оценка того героизма, той стойкости, которую они показали в период Великой Отечественной войны и в период блокады. Получившие памятный знак севастопольцы подтверждают, приняли его с особой гордостью и носить будут с честью. В такой день, когда мы теперь уже не просто Севастополь, но и России кусочек стали снова получить награду Ленинграду к 70-летию освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Спасибо России, спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что он помнит о нас и поддерживает нас вся страна. Приятным подарком собравшимся стало выступление вокального ансамбля ветеранов Черноморского флота «Морская душа». Участник ансамбля Виктор Владимирович Васильев-Юмин также стал обладателем памятного знака. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. Ведь эта память – наша совесть. Она как сила нам нужна. Вот сейчас, господа эти правые фашистюги, они хотят устроить нечто аналогичное, понимаете? Но мы этого никогда не допустим. Во всяком случае, Крым, Севастополь, мы их сюда близко не подпустим. Блокадники Севастополя с воодушевлением ждут момента, когда 9 мая пройдут по городу парадом в честь Дня Победы с новой наградой на груди. Кстати, парад в 2014 году, по их мнению, будет особым, не таким, как в последние 23 года. У нас было даже так, нам не разрешили нести трансфорад на русском языке. Сказали, переведите, чтобы было написано не жителям локадного Ленинграда, а перевести на украинский язык. Даже так было. Ну, правда, мы тогда там побузили, всё осталось так, но было даже такое предложение. А теперь мы пойдём спокойно, нормально, с достоинством. Спасибо матери России. Её в сердцах своих храним. В чужой земли мы не хотим ни пяти, но и своей клочка не отдадим.